Великий лидер Гейдар Алиев говорил, 20 января 1990 года является самой трагической черной страницы. В то же время страницы героизма, мужества в истории азербайджанского народа. Этот день стал поворотным этапом. Тогда в Баку вели советские войска, чьи действия привели к гибели мирных жителей. Многие были ранены и искалечены. Павшие в тех событиях сыны и дочери Азербайджана, в числе которых были представители различных национальностей, самоотверженно вписали яркую страницу в героическую летопись азербайджанского народа. Сейчас мы поговорим о хронологии тех событий и о том, что привело к трагедии, а также услышим рассказы некоторых очевидцев. Чтобы разобраться в причинах, приведшим к трагедии, вернемся в конец 80-х годов прошлого века. Тогда в азербайджанском городе Ханкенды, именовавшемся в советский период Степанакерт, жителями армянской национальности начали проводиться митинги с требованием по присоединению Нагорного Карабаха к Армении. Это стало одним из основных катализаторов дальнейших конфликтных процессов. Это было обоснованием для армянской стороны, чтобы начать изгнание азербайджанцев из Армении. В течение зимы 88-го года, а если быть точным, уже с января 88-го года, началось изгнание азербайджанцев из Армении. Огромные толпы обездоленных людей, которые в том числе по снежным перевалам бежали из Армении. В декабре 89-го года в Армении праздновали то, что страна без турок, так они называли. Напряженность росла. Как желание азербайджанского народа обрести независимость и добиться справедливости. Вместе с тем, со стороны руководства советской власти совершались неоднократные попытки спровоцировать конфликтные ситуации. Тогда я был сотрудником милиции. Запомнилось то, что у всех граждан забирали охотничьи ружья и передавали его в воинские части. Для чего это было сделано и что случилось с этим оружием дальше, неизвестно. А у сотрудников милиции забрали табельное оружие, спрятали в сейфы. Мы выезжали на вызовы безоружными. Со стороны органов спецслужб участились попытки провоцировать беспорядки с целью разжигания конфликта. Азербайджан, мы вообще по натуре с рождения толерантные. Мы никогда кого-то любили, кого с кем-то жили, не смотрели вон какой национальности, с какой провинции, какого вероисповедания. Нам абсолютно чужды такие качества. Я сам помню, по тому времени многие азербайджанские семьи защищали армян. На тот момент даже представители интеллигенции сделали все, чтобы вывести на судах, на кораблях, на пароме армянское население в море, чтобы оно не было в эпицентре событий в городе. То есть это говорит о том, что население, бакинцы, вовсе не хотели того сценария, который для нас написал Кремль и КГБ. Мы видели, в каком состоянии приезжают беженцы-азербайджанцы из Армении. Мы же, сотрудники милиции, в свою очередь, всячески старались обезопасить армянское население. В частности, собирали граждан-армян в участках, а затем, обеспечивая им безопасность, сопровождали к морвокзалу, откуда они направлялись, в Красноводск. Мы с уважением относились к каждому, в отличие от представителей армянской стороны. Что самое странное, так называемые беспорядки закончились, и уже где-то 15, 16, 17 января в городе была полная тишина. Но, видать, по сценарию нужно было ввести сюда войска, хотя контингент советских подразделений был огромный. На территории Азербайджана находились 5 дивизий. Значит, это, в Гянджане находились 2 дивизии, в Нахчеване одна дивизия, в Баку одна дивизия, и в Линкаранские дивизии. Очень много техник было на территории Азербайджана, потому что территория большая. Очень много летательных аппаратов, и армейская авиация, и фронтовая авиация находились здесь. 19 января уже было ясно, что в Баку произойдут какие-то, мягко говоря, страшные события, об этом входили слухи. И Народный фронт, опять-таки, осознанно или неосознанно разместил людей на въездах в город, на основных проспектах, улицах, перекрыл тяжелой техникой, попытался Камазами, Уралом перекрыть дорогу, чтобы не допустить штурма, захвата Баку, ввода сюда в войск. Мы и подумать не могли, что советские войска смогут пойти танками с оружием в руках на своих же граждан. Вечером, в районе 7 часов 19 января, на территории АСГО Стелерадио прогремел взрыв. С целью ограничить населению доступ к получению информации, там был взорван энергоблок. Взрыв энергоблока нанес большой урон, потому что не получилось объявить о чрезвычайном положении, о вводе войск. То есть телевидение отключено, и многие люди не знали всей серьезности ситуации. 19 января 23.00. Начался ввод войск в город с четырех направлений. Тогда произошли самые страшные события. Тяжелая бронетехника прорывала баррикады, нещадно давила людей, машины, автобусы. Огонь велся даже по автомобилям скорой помощи. Людей добивали выстрелами в упор. Я сам был свидетелем. Когда мы помогали совершать омовение погибших перед захоронением, видел по 5-6 огнестрельных ранений на телах. Хочу отметить, что военнослужащие, которые вошли в ту ночь в город, выглядели очень странно. Бородатые, длинноволосые. Создавалось впечатление, что они были либо пьяные, либо под действием наркотических средств. Что еще примечательно, на утро их уже заменили обычными солдатами. Ранним утром 20 января, после того, как все события произошли, с моим отцом мы выехали в направлении той колонны, откуда в Баку входила со стороны аэропорта подразделение Советской Армии. И мы тогда видели в том числе и фотографов, и киномехаников, которые все это фиксировали, весь этот ужас. Потому что машины еще дымились, растерзанные трупы людей были на улицах. Я считаю, что большую роль в донесении правды о том, что происходило 20 января, играли те фотографы, те люди, которые без всякого приказа или указания, то есть именно в числе своего долга, они посчитали важным зафиксировать все эти преступления, которые имели место в Баку. В 6 часов утра 20 января я уже стоял перед президентским аппаратом. Хочу сказать, что люди, мы в частности, за одну ночь стали другими. У каждого на сердце был тяжелый груз. Но при этом все как один готовы были идти до конца к справедливости, к правде, к свободе. В связи с тем, что накануне был взорван энергоблок на гостелевидении, вещания не было, как и информации о том, что же именно произошло. Работало только радио, да и то с помехами, которые, видимо, специально кем-то создавались. Над городом летали вертолеты, разбрасывали листовки. На них была информация о комендантском часе и о правилах поведения. У меня в руках было фото информационного агентства «Азертач». На нем мы видим ту самую листовку. С ней пули, которыми ночью стреляли по мирным гражданам. Это пули калибра 5.45. Они запрещены для использования против медного населения. В городе картина была ужасающая. Покорожены автомобили, трупы. Возле больниц стояли толпы людей, чтобы сдать кровь для раненых. Хочу отметить, что в числе погибших было много представителей различных национальностей. И азербайджанцы, и русские, и евреи, и татары. Погибли дети, женщины, старики. Жертвами 20 января в результате преступных действий советских войск в Азербайджане стали около 150 человек. Сразу после трагедии 21 января 1990 года общенациональный лидер Гейдар Алиев вместе с членами семьи пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве, проявил солидарность с родным народом, выразил решительный протест против учиненной руководством СССР кровавой операции и разоблачил ее руководителей. Январская трагедия, став всенародной скорбью, одновременно показала несокрушимость воли, стойкость азербайджанского народа. Несмотря на жестокость и беспощадность советского руководства, введение в Баку чрезвычайного положения, азербайджанский народ 22 января провел на столичной площади, а за длых – траурное шествие в связи с похоронами шахидов. В них приняли участие около двух миллионов человек. По требованию народа была созвана чрезвычайная сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР и принято постановление об отмене чрезвычайного положения в городе Баку. Однако большинство руководящих лиц республики, страшась гнева народа, не участвовало в данной сессии. Этот сложный путь нашего народа от свободы к обретению независимости, я считаю, что на данном этапе он завершился тем, что мы смогли не только освободить страну, но и освободить Карабах, нашей оккупированной территории. Своего рода тем самым замкнулась вот эта многолетняя цепь событий, которая началась еще с 1988 года и кровавым эпизодом которой был ямварь 1990 года. Ежегодно 20 января в 12.00 по бакинскому времени на всей территории Азербайджана минуты молчания чтят память шахидов 20 января. С судов, автомобилей и поездов раздаются сигналы. В знак скорби приспускаются государственные флаги. Со дня кровавой январской трагедии прошло уже более 30 лет. И, как говорил великий лидер Гейдар Алиев, чем дальше мы будем отдаляться от тех дней, тем больше мы будем осознавать их значимость в истории азербайджанского народа. Кровь, пролитая в ту ночь, это кровь национального флага, демонстрирующего независимость Азербайджана. Единство, преданность Родине. Тогда перед этим оружие оказалось бессильным. И почтение к шахидам, боровшихся за свободу и справедливость, будет и впредь передаваться из поколения в поколение, а их самоотверженность и чувство национального достоинства вызывать гордость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова